Первый в Чувашии эмбрионный центр работает в поселке Новая Отлашево Чебоксарского района. За три месяца проведена большая работа по отбору высокопродуктивных доноров. Особое обучение прошли специалисты. В эмбрионном центре побывала наш корреспондент Ольга Алексеева. Каждая корова здесь имеет свое имя, номер и обязательно ошейник. В последнем и хранятся все параметры ее жизнедеятельности. Как она ест, спит и главное, сколько дает молока. Корову по прозвищу «Морячка» для процедуры искусственного воспроизводства выбрали не случайно. В день она приносит около 30 литров молока. После яку вместо одной стандартной яйцеклетки может появиться сразу шесть. Вот это в маточку жидкость побежала. Когда рог наполнился, переключаем на сток. И он бежит сюда. И раствор собирается в фильтре. В случае успешной подсадки эмбрионов молодым телочкам, вместо одного теленка, которого морячка может принести в год, в перспективе получится несколько коров, которые будут давать много молока. Телочкам мы садим от матерей, которые 5-6-7 тысяч продуктивности. То есть вот этот генетический барьер, этот генетический скачок должен быть не меньше 2000 килограмм молока. Под микроскопом мы сейчас должны оценить состояние среды и найти зародыши, которые мы сегодня ожидаем около двух штук. Процедура искусственного оплодотворения коров довольно непростая и затратная. Но это того стоит, говорят специалисты. На данном этапе у нас уже проведено 14 вымываний. Селекционерами хозяйства подобрано гинекологически ценное стадо. Оно представляется коровами, которые по 4-3 лактации дали около 10 тысяч килограмм молока. А наша задача отработать технологию, поучить кадров, познакомить ассиминаторов и ветврачей. Именно тому методу, который позволяет иметь от коровы не один, как традиционно, а до 3-5 и больше животных телят. Технологию искусственного воспроизводства животных используют во всем мире. В России по этому методу работают более 9 предприятий. И это только начало, утверждает чита Мадисонов. Задача ученых повысить генетический потенциал скота, его продуктивность и, как главный результат, качество продукции. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.